С вами Николай Пивненко в проекте Дата. Сегодня 2 ноября. И сразу же о родившихся. 69-й год до нашей эры. В этот мир приходит Клеопатра, последняя царица эллинистического Египта из македонской династии Птолемеев, Лагидов. Прославлена благодаря драматической истории любви к римскому полководцу Марку Антонио. Клеопатра правила Египтом 22 года, совместно со своими мужьями, а затем стала независимой царицей страны, вплоть до завоевания ее римлянами. Сама же Клеопатра покончила жизнь самоубийством, чтобы не стать пленницей Октавиана. В 1902 году родился Михаил Яншин, народный артист СССР. С 1924 актера, а затем и режиссер МХАТа, а еще художественный руководитель Цыганского театра «Ромэн» и главный режиссер Московского драматического театра имени Станиславского. В 1935 году рождается поэт-песенник Михаил Плецковский. «Лада, увезу тебя в тундру, малиновый звон, от улыбки станет всем светлей, не повторяется такое никогда, и, конечно же, крыша дома твоего». Все это он, Плецковский. Ну а теперь о некоторых событиях этого дня. В 1696 году по инициативе Петра I продолжается в Преображенском сидение с боярами о делах. Боярская дума постановила морским судам быть. Вообще-то первый русский корабль был построен еще в 1669 году при царе Алексея Михайловича. В селе Дединов Коломенского уезда голландские мастера приехали и построили корабль «Орел», который был спущен на Каспийское море. Да вот беда. В следующем году он был по недостоверной легенде сожжен с тенькой разины. Все помнят почему-то персидскую княжну. Она-то уж если не была, дура-дурой наверняка выплала, а вот весь русский флот пошел тогда на дно. Ну а потом началась настоящая история большого флота. 1869 год. Русский изобретатель Петр Княгининский получает привилегию или патент на автоматическую типографскую наборную машину. Это одна из первых работающих на электричестве. На основании принципа автоматического управления наборным станком с помощью перфорированной ленты, предложенного Княгинским, в дальнейшем были спроектированы более совершенные аппараты. Создав первую в мире автоматическую машину, он намного опередил зарубежных изобретателей. Его автомат появился, представьте, на 15 лет раньше строка отливной и на 26 лет раньше буквы отливной машины американского производства. 1894 год. Николай II вступает на царство. 26-летний сын императора Александра III унаследовал трон после скоропостижной кончины отца. Мягкий нравом, слабовольный и нерешительный, избегавший публичных выступлений. Сочетавшись в том же месяце браком с принцессой Алисой Гессен-Дармштадтской в православии Александры Федоровны, Николай начинает отчет счастливым дням и годам семейной жизни, благополучие которой, кажется, и было его предназначением. Через полгода, в день торжеств, по случаю коронации Николая II, произойдут трагические события на Хадынском поле, а затем чередой последуют тяжелые поражения в русско-японской войне, кровавое воскресенье, революция 5-7 годов, Первая мировая война, февральская революция 17-го года, отречение монарха от власти, Октябрьская революция и расстрел. 1902 год. Под руководством Жуковского в Московском университете начинается строительство первой отечественной аэродинамической трубы. Здесь он проводит первые опыты по аэродинамике. 1905 год. Супруга великого князя Петра Николаевича приводит в императорский дворец Григория Распутина. Он молится над больным наследником цесаревичем Алексеем. Мальчик засыпает и вскоре начнет выздоравливать. Это так подействует на царицу, что безграмотный самозванец станет постоянно вхож в дворец и 10 лет будет пользоваться колоссальным влиянием. Эта тяжелая страница российской истории окончится убийством Распутина в 1916 году. О самом Распутине написана масса книг, сделано много фильмов, но до сих пор не ясно, кем же он был для России. 1923 год. Постановлением президиума ЦИК СССР создается Объединенное государственное политическое управление ОГПУ при Совнаркоме СССР, в задачи которого входило объединение усилий республиканских ГПУ в борьбе со шпионажем и контрреволюцией. 1931 год. Американская химическая компания объявляет о создании синтетической резины. Поначалу она получает название Дюпрен, а впоследствии переименована в Неопрен. Полученный материал имел массу достоинств. Он был мягким, пористым, в то же время водонепроницаемым и эластичным. Сегодня Неопрен применяется в самых различных областях. Из него изготавливают гидрокостюмы, защитные аксессуары для мелкой электроники, чехлы для чемоданов, коврики для мышки и так далее. 1947 год. Свой единственный полет совершает самолет Геркулес с рекордным и поныне размахом крыльев 98 метров. Восьмимоторный воздушный гигант поднимается на высоту в 21 метр и, пролетев над калифорнийской гаванью Лонг-Бич 914 метров, садится на воду. Машину пилотировал американский миллиардер Говард Хьюз, владелец компании, построивший этот самолет по своему же проекту. Еще в начале Второй мировой войны правительство США выделило Хьюзу средства на создание самолета для перевозки, знаете сколько, 750 человек. 1973. Четверо студентов автомобильного техникума захватывают в аэропорту Внуково пассажирский самолет Як-40. Главарю банды, ранее судимому было 20 лет, двум его подельникам по 17, а самому младшему вообще 16. Каким-то образом они сумели пронести на борт обрез два охотничьих ружья и ножи. Воздушные пираты через некоторое время требуют 2,5 миллиона долларов США и беспрепятственный вылет в одну из скандинавских стран. Преступники соглашаются на то, что самолет приземлится и деньги будут получены во Внуково. При передаче денег милиционеры из группы захвата сумели заклинить люк багром, а потом забросили в салон химический пакет со слезоточивым газом. Главарь банды застрелился, его подельники сдались. Штурм длился 4 минуты 11 секунд. 1991 год. Завершается последний в истории чемпионат Советского Союза по футболу. Чемпионом становится московский ЦСКА. Но еще одно событие. 1721 год. Церемонии принятия Петром Первого титула Петра Великого, Отца Отечества и Императора Всероссийского, в столице завершились грандиозные празднества в честь триумфального окончания Северной войны и заключения нештатского мира. Принимая титул Отца Отечества, Императора и Великого, Петр Первый говорит, благодать Божия через 20 лет венчает тяжкие труды и утверждает благополучие государства. Надеясь на мир, не подлежит ослабевать в воинском деле. Надлежит трудиться о пользе прибытки общим, отчего облегчен будет народ. В Троицком соборе Санкт-Петербурга проведена обедня, а затем засчитан текст заключенного со шведами мирного договора. Феофан Прокопович выступает с проповедью, описав все знаменитые дела царя, за которые он достоин называться Отцом Отечества, Императором и опять же Великим. Вслед за этим к царю подходят сенаторы, канцлер граф Головкин обращается к Петру с просьбой принять титул Отца Отечества, Императора Всероссийского. Под залпы сотен орудий, Адмиралтейства, Петропавловской крепости и введенных в Неву 125 галер, Петр принимает новый титул. По словам очевидца, все казалось объято пламенем и можно было подумать, что земля и небо готовы разрушиться. Отныне Россия, Империя. Фраза «Великий государь», «Царь всея великая» и «Малая белая Россия самодержец» менялась на «Мы, Петр Первый, император и самодержец всероссийский». Изменился и государственный герб. Царская корона над двуглавым орлом заменена короной имперской. С вами был Николай Пивненко в проекте «Дата». Субтитры создавал DimaTorzok